А не поесть ли меня на камеру? Привет, камера, зрители. Тут мне в стриме что-то говорили по поводу хавки. Я как раз собираюсь то ли обедать, то ли завтракать. Вчера мне где-то, ну, из-за жары погода вообще как-то была фигово, ближе к вечеру. И вот сегодня, кстати, тоже не сложилось с тем, что вчера не... С чем и вчера не сложилось, перенеслось то ли на завтра, то ли на послезавтра. Поездка моя за молоком выдры на реке. Короче, что-то часов десять, что ли, я решила, думаю, а что бы мне не разобрать одну коробочку. Если там какие-то звуки, прям считайте, что от СМР. Потому что кот почему-то усиленно дерет, грезет коробочку. Одну из коробочек, которую я вот, кот в кадре появился, вчера решила разобрать. В общем, думаю, ну, коробочка начала разбирать, надо бы ее да разобрать. Что-то меня так увлекло, что я три или четыре коробочки уфигачила. Смотрю, уже пол первого. Он как-то вот. И вот сейчас у нас жрища такая, вчера еще дождик вечером был. И я вот думаю, то ли пообедать, то ли позавтракать. Но так как у меня свареный суп, если я его еще что-то не ела, то решила, что почему бы не пообеда завтракать супа. В общем, тут суп на свиной косточке. Там немножко мяса даже есть. Бульон это на свиной косточке. Соль, сметана, сейчас я не знаю, вообще сметану туда кладут. Кусок хлеба белого мягкого вчера купила у нас тут в магазине в одном. Каждый день, по-моему, приводят в определенное время. В небольшом количестве свежий, мягкий, белый там и остальной хлеб. Вот. Очень вкусный, кстати. И продают даже по половинке батона и по половинке буханки. Обычно вот, ну, раньше было, допустим, у нас в магазине на механке, по половинке черного, либо четвертинки черного иногда продавали, а тут даже по половинке белого. В общем, редко встречается, но метко. Ну и еще тут этот у меня мексиканская смесь в атаке на развес купленная. Я еще так, в этот раз ее что-то, когда была в атаке, не нашла на развес, увидела только в пакетиках. Но, по-моему, я это не обозревала, потому что что-то как-то лень была, скорее всего. Или времени не было. Скорее всего, второе. В общем, в этой мексиканской смеси я думала, что такое белая, а потом поняла, что это картошка. В прошлый раз у меня тут была казанская лапша, которая у нас в магните в этом районе продается, оказывается, казанская лапша. Та же самая лапша, что я из Казани привозила там в 2015 году, но вот в этом году не сложилась у меня с Казани. Хотя, если вдруг кто-нибудь соберется, допустим, на поезде от Москвы там или от Ярика, и захочет в компанию, допустим, меня или просто кого-нибудь, ну, к примеру, меня, дайте знать, я с удовольствием съезжу с кем-нибудь за компанию в Казань. Ну, бьешь карвалол и чипапсары. Как-то так. В общем, приятного вам и мне аппетита. Может, надо было, конечно, этот самый, на штатив поставить, но я что-то уже вот как-то поздно сообразила. Слушайте, со сметаной-то ничего так. Там, конечно, иногда в этой фигне попадаются какие-то очень толстые шкурки, которые не жуются совершенно. Не знаю, это горошка. Тут горошек, кукуруза, перчик, по-моему, морковка, помидорка. Вот это самое, ну, не знаю, может, и не помидорка, а может, и помидорка, стульчковая фасоль и картошка. Я еще долго соображала, думаю, как в мексиканской смеси картошка появилась. Ну, она же, в принципе, изначально-то из Америки прискакала. Следующая крошка. А еще в этом магазине есть вкусные всякие пироженки. Вот я вчера в Инстаграмку выкладывала рулетик с миндальчиком посыпанное. Вишневый такой. Ой, хлеб падает. У меня есть кот, который все жрет. Чаю я, конечно, не налила, поэтому с вами я только супу поем. Вообще мне надо одну бытовышную фигурину, которая солнцем подается. Скорее всего, надеюсь. Ну, в самом ближнем, если уметьте. Но вот я что-то не знаю, в такую жару на велике нормально ехать или нет. Да, по-моему, это помидорка. Кстати, очень удобно это, если есть замороженный. А еще на огороде ничего свежего своего там или в саду, да? Но есть замороженные овощи, есть какой-нибудь мясной бульон, даже если он заранее спарен. Я в этот раз контейнер даже налила, может, что-то дофига вышло. Бульон за мороженые овощи. И все, готово, можно сказать. Готовый суп. Вообще, я нарушаю все заветы этого, хочу сказать, Александра Магеддонского, плюс прикол Машин, вспомни. Допустим, мои родни, бабушки и дедушки, уже ушедшие из этого мира родни, скажем так. Заповедь, когда я ем, я глухонем. А тут приходится говорить еще. Да еще и с монитором. Кстати, про овощи. Если вы хотите свежей картошки, но не знаете, как ее захоронить в нормальном состоянии с прошлого года, вот у меня она под Новый год как-то слегка чуть-чуть поддавяла, у нее начали расти росточки, я их раза два обламывала, и со старой квартиры пришлось выкинуть 20 вот таких уже. Но они и так-то небольшие были. Еще и сузились, сжались или как-то так картошек пророщенных. Причем моей родине она не нужна была, типа это не та картошка, которую надо сажать. Хотя у нее там у некоторых вот такие уже росточки были. То не выкапывайте кусочек морковки, кусочек картошки, наймите какого-нибудь человека, скопать вам грядку, и вуаля, у вас будет это самое. Внезапно такое ведерко картошки. Вот я вчера заварила 3 штуки, очистила, сварила. Картошка, которая в апреле выкопалась, в конце апреля, в начале мая. Знаете, вот такая хорошая, конкретная картошка, вот будто вы ее не в начале мая выкопали, а в конце сентября, или когда-то пают картошку. По-моему, она даже лучше была, чем ту, которую мы тогда выкопали. Ну, в смысле, и крупная такая. Возможно, у меня тут сейчас только что шевелилась за навязкой, потому что там кот наполушивается. Все помню, в каком-то видео, что на той квартире мне кто-то в комментах писал, что там что-то шевелится. Котл заперзнула на кровать. Я-то это пересмазывать не буду, но так забавно. Вот где-то я смотрю в монитор, в камеру даже пытаюсь иногда. Для тех, кто любит, чтобы смотрели именно в камеру. Яки роботы какие. А вот когда я в тарелочку смотрю, и просто говорю, или просто смотрю, в смысле, я же не смотрю в камеру. Интересно, как это выглядит? Мне тут два кусочка мяса, оказывается, осталось. Кот прыгает. Даже бумажная салфетка есть. Халябушек, однако, не дожрался. Не докушался. Не доелся. В общем, всем спасибо за компанию и прощивайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok